Здравствуйте! Сегодня телерадиокомпания «Щелково» открывает новый сезон прямых эфиров программы «Диалог». С вами я, ее ведущий, Сергей Дадыко. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города 567-1440 и 567-1450, и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня председатель комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью и администрации Щелковского муниципального района Николай Павлов. Добрый вечер, Николай Николаевич. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, как всегда, наверное, у нас встречи проходят примерно раз в год, и, наверное, какой-то своеобразный отчет за прошедший период звучит в эфире, тем более сейчас насыщенный достаточно этот был период осенне-летний, хотя осенний еще не закончился, но тем не менее погода, наверное, уже скоро перестанет быть такой благоволящей. Мы будем надеяться. У нас нет плохой погоды, вы знаете, и матч состоится при любой погоде, поэтому я думаю, что у нас место физической культуре и спорту при любой погоде в Щелковском районе имеет место, да. Но, все равно, тогда давайте поговорим о тех мероприятиях, которые проходили летом и в начале осени. Какие основные из них были такие, ну, особо значимые? Ну, у нас, вы знаете, веховыми мероприятиями является спартакиада Щелковского муниципального района. Она в этом году была совмещена с Олимпийским днем. В этих мероприятиях приняли участие все городские и сельские поселения Щелковского муниципального района. Были гости из «Звездного городка». Традиционно у нас спортсмены участвуют в этих соревнованиях. Приезжали ребята из нашего лагеря «Юнармеец» для того, чтобы пробежать Олимпийскую милю и поучаствовать в спортивной викторине, получить призы. Одним словом, вот спартакиада, пожалуй, такая серьезная веха для спортсменов Щелковского муниципального района, для физкультурников Щелковского муниципального района. У нас традиционными стали спартакиады для ветеранов Щелковского района. В конце сентября такая спартакиада прошла в четвертый раз. Это очень интересное и зрелищное мероприятие. В этом году благодаря активистам, благодаря Совету ветеранов Щелковского муниципального района она стала более массовой. Появились молодые участники, для них были специальные соревнования придуманы, появились внуки наших ветеранов на спортивных площадках. А это вот они имеются в виду молодые участники? Конечно. Дело в том, что любые мероприятия, преемственность поколения, это здорово, взрослые физкультурники с удовольствием делятся своими секретами молодости, душевной молодости. Ну и физической, конечно. Некоторые могут дать фору своими показателями некоторым молодым нашим людям. У нас очень много мероприятий, которые проходят по линии Министерства спорта, когда Минспорта Московской области определяет центральной площадкой наш Щелковский муниципальный район. И вот совсем недавно, практически на днях, прошедшую субботу, состоялся Всероссийский день ходьбы, и Московская область выбрала центральную площадку, Щелковский район. Маршрут проходил от физкультурно-оздоровительного комплекса на Воронке до площади Ленина и обратно. Это было 3 километра. Количество участников было невероятное. Свыше тысячи человек. Для Щелкова это много. И я полагаю, что у нас мероприятия областного масштаба, но, как правило, свыше тысячи. И взять фестивали ГТО, вы помните, и первый, который был всероссийский у нас на территории Щелковского района в универсально-спортивном комплексе Подмосковья. В апреле 2015 года свыше двух тысяч участников, свыше тысячи участников спартакиада и так далее, и так далее. То есть, одним словом, массовый спорт у нас действительно массовый. Ну, а вот вы начали так, скажем, от частного к общему, да, от мероприятий районного масштаба к мероприятиям областного, регионального. Ну, а как обстоят дела, скажем так, с международным масштабом? Чем мы можем похвастать? Ну, давайте так. Международный масштаб у нас тоже есть. Но, скажем, если мы будем говорить о наших индивидуальных спортсменах, единоборцев, например, о дюдаистах, то, в общем-то, реальные, серьезные победы. Воспитанники Джумбера Алишаевича и Ройни Алишаевича Абуладзе показывают, ну, невероятные результаты. У нас Яга Абуладзе участвовал в трех кубках Европы и в двух победил. Ну, а вот в последнем, да, в крайнем, будем так говорить, как говорят военные, не совсем верно, да, вот, он занял второе место. У нас воспитанник тех же тренеров, Мурат Мирзажанов, занимал в составе сборной России, выступал и занимал на Кубках Европы третье место. То есть это серьезные результаты, серьезные показатели. Поэтому в составе сборной Московской области ребята выступали на соревнованиях Центрального федерального округа. Это и показывали великолепные результаты сборной Московской области по джудо всегда в лидерах. И это серьезная победа школы, можно говорить о школе джудо Щелковского района. Это, думаю, серьезный показатель. У нас в Щелковой 7, вы знаете, проходит лыжная трасса, да, и воспитанник Валерия Сергеева, Александр Григорьев, у нас неоднократный чемпион мира по лыжероллерам среди юношей. Поэтому о международных, так сказать, победах и достижениях можно говорить достаточно много. Они есть, это здорово. А, наши шашисты. Давайте вспомним наших шашистов. И шашисток, они также, в общем-то, ведущие места занимают на международных соревнованиях. Но еще хотелось бы упомянуть об одном мероприятии, которое тоже проходило буквально неделю с небольшим назад, когда универсальный спорткомплекс Подмосковья предоставил свои площади для встречи сборной России по мини-футболу со сборной Сербии. Да, это не... И наши выиграли, наверное, благодаря тому, что проходило это у нас в Щелково. Конечно, конечно. Дело в том, я думаю, что не в последнюю очередь. Дело в том, что в этом году в универсальном спортивном комплексе был заменен паркет, в общем-то, отслуживший 13 лет. Верой и правдой был заменен на новый, и игроки его высоко оценили. Универсальный спортивный комплекс действительно уникальный, игроки его любят. Ассоциация мини-футбола России не зря выбирает Щелково как центральную площадку для таких великолепных проектов, как мини-футбол в школу, мини-футбол в вузы. Вы же знаете, мини-футбол в школу начинался у нас, в УСК. И это вот с первых лет, с момента создания универсального спортивного комплекса практически сразу этот проект пошел в жизнь. Вот. Думаю, что и международный матч Россия-Португалия осталась в памяти болельщиков. И вот эти две игры, которые порадовали наших болельщиков Россия-Сербия, где наша сборная, как и с португальцами, она выиграла. И это здорово. Для нас приятно, да, и думаю, для болельщиков здорово. А сейчас я предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет о том, как проходила действительно напряженная схватка между сборными России и Сербии по мини-футболу в универсальном спортивном комплексе Подмосковья. Эти матчи покорили зрители не только зрелищной игрой, но и красочным оформлением. Вынос флагов двух государств и звук гимнов России и Сербии. А как иначе, ведь товарищеский матч двух сборных – яркое событие в мире мини-футбола. По-настоящему большая игра. В обновленном составе сборной России немало молодых игроков. Переход из молодежки в состав сборной – особая ответственность. Подвести нельзя, ведь хоть матч и называют товарищеским, это самое, что ни на есть схватка соперников. Место сражения – зал УСК Подмосковья. Его покрытие к 15-летнему юбилею было обновлено и прекрасно выполняет функцию поля для игры. Комфортная инфраструктура объекта – одна из причин, почему спорткомплекс не первый раз становится площадкой для соревнований международного уровня. И вот первый матч. Начало. Мощный прессинг нашей сборной плюс отличные передачи со стандартными приемами приносят России первый гол. В целом, большинство мячей пришлось на первый тайм. Сначала счет открыл Руслан Кудзиев на шестой минуте игры, однако спустя три минуты Гладлен Весич равнял счет. Еще через минуту Кудзиев оформил дубль и вывел россиян вперед, а на 16-й минуте Яна Расадов отправил третий мяч в ворота сербов. Вторая встреча была не менее ожесточенной. Кажется, немного расправив крылья, сербы начали активно прессинговать, соблюдая правила обороны, тем самым добившись пары голов. На пятой минуте подопечные Сергея Скоровича уступали 0-2, но смогли переломить ход встречи и добиться итогового успеха. Обе игры закончились со счетом 3-2 в пользу сборной России. Ну вот, такое интересное событие прошло. Понимаете, трибуны не были бы заполнены, если бы у нас в Щелковском районе не был популярен футбол и мини-футбол тоже. У нас огромное количество любительских команд, вы знаете, любительская футбольная лига Щелкова, футбольная федерация Щелковского муниципального района, огромное количество игр, регулярных чемпионатов, встреч. Недавно появился чемпионат, мы будем так пока осторожно говорить, 4 команды всего. Женские футбольные команды состоялся недавно этот чемпионат. В Медвежьих озерах проходил финал и победила монинская команда элита в упорной борьбе, победила хозяев команду Озера Сити. А так наш футбол очень хорошо развит, благодаря, наверное, тем любителям, тем подвижникам этого вида спорта. Не только среди молодежи, но и среди ветеранов у нас играют далеко за 50 игроки, поэтому футбол это спорт номер один в Щелковском муниципальном районе. Ну и, наверное, тоже будет уместно вспомнить, проходили, опять же, соревнования международного уровня в тех же Медвежьих озерах по футболу среди совсем детских команд, когда к нам приезжала команда из Китая. Да, из Китая, совершенно верно. Тоже действительно очень важное событие. Ну давайте пойдем теперь вот от общего часа. Хорошо. Вы уже упомянули несколько мероприятий. Вот международный уровень мы уже осилили. Теперь еще давайте вот областный тот же фестиваль скандинавской ходьбы. Насколько популярен этот вид, ну не знаю, спортом его не назовешь. От чего же нет? Скорее физкультура, как говорят его участники. Ну да, если, ну уже есть целая ассоциация. Все-таки это спорт. Давайте так говорить, потому что есть нормативы, есть результаты, проводятся фестивали, проводятся соревнования по скандинавской ходьбе. Поэтому все-таки, да, это спорт, ну как и в любом спорте, есть большое количество людей, которые занимаются этим видом спорта, как любители, просто для души, для настроения, для здорового образа жизни. И у нас в Щелково несколько групп также руководят подвижники своего дела. И спорт приобретает этот, ну, этот образ жизни, да, здоровый образ жизни в Щелкове приобретает все большее значение, большее звучание. Думаю, что и фестиваль ГТО по скандинавской ходьбе, который прошел летом, и вот недавний день ходьбы, который проходил в Щелкове, о котором я уже говорил, показывают, что здоровый образ жизни, да, ну пусть скандинавская ходьба, да, скандинавская ходьба, это очень серьезная история. Предлагаю всем обратить внимание на сюжет, у вас на сайте есть архив видеосюжетов, очень хорошо рассказывает и Александр Мамонтов, руководитель ассоциации скандинавской ходьбы, русско-национальной ассоциации скандинавской ходьбы, и Пал Палыч Обысов, один из руководителей группы физкультурно-оздоровительного комплекса по скандинавской ходьбе. Просто великолепно, а интервью, взятое вашими журналистами у любителей скандинавской ходьбы, жителей Щелковского района, ну просто зажигают. Спасибо на добром слове, ну а я предлагаю сейчас нашим зрителям посмотреть видеосюжет про фестиваль скандинавской ходьбы в несколько сокращенном виде, а подробно вы можете посмотреть его на нашем сайте. Итак, давайте посмотрим, что же такое скандинавская ходьба в областном масштабе Щелково. Щелково принимает областные состязания по скандинавской ходьбе, которую еще называют русской или северной. Соревнования проходят во всероссийский день ходьбы, великолепный праздник здоровья и спортивного настроения. Он проводится в Подмосковье уже в четвертый раз. В прошлом году спортсмены выезжали в Сергиев Посад, а в этом Министерство спорта Московской области центральной площадкой праздник избрало обновленную и реконструированную пешеходную зону улицы Парковой и территорию возле физкультурно-оздоровительного комплекса на центральной улице Щелково. Очень приятно, что спорт прочно и надежно входит в нашу жизнь. И вы прекрасно понимаете, что спорт это не только сила мышц, сила здоровья, это прекрасное настроение, это сила духа, сила воли, возможность принимать правильные решения. В этот день любой желающий мог попробовать свои силы в выполнении нормативов комплекса ГТО, да и просто размяться под музыку. А для новичков в скандинавской ходьбе был организован мастер-класс. Николай Николаевич, ну вот все-таки мы обратили внимание, что, наверное, скандинавской ходьбой в основном, нет, в сюжете прозвучало, да, в основном занимаются люди, так скажем, старшего возраста, да, а вот молодежь привлекается как-то к таким соревнованиям? Вы уже, наверное, услышали, что мы стараемся проводить соревнования для разных возрастов. И если встречаются на соревнованиях вместе, ну пусть на разных площадках, пусть в различных испытаниях, люди различных поколений, вот как у нас это было на скандинавской ходьбе, школьники и люди зрелого, старшего возраста. Мне кажется, передача опыта, передача вот этого задора нашим молодым ребятам, которые, наверное, сейчас злоупотребляют средствами, ну различными гаджетами, да, уходят в виртуальную реальность, да, вот, они их вытаскивают на улице своим примером. Мне кажется, это здорово. Вы видели скандинавская ходьба плюс выполнение нормативов ГТО на свежем воздухе. Отличная история, мне кажется, здорово. Ну, а вообще, вот раз уж речь зашла... И потом посмотрите, там ведь они среди взрослых ходоков, которые вышли на трассу, были и молодые ребята, которые прошли все три километра, ну, с достойными результатами. Ну, вот я говорю, раз речь у нас зашла о сдаче нормы ГТО, хотелось бы немножко отвлечься от тех мероприятий, которые уже проводились, и напомнить нашим зрителям вообще, что нужно сделать для того, чтобы сдать нормы, если кто это пожелает. Я призываю всех приходить в центр тестирования. По сути, выполнение нормативов ГТО – это самотестирование, самодиагностирование. То есть человек проверяет себя, насколько он способен выполнить те или иные нормативы, насколько он, в принципе, жизнеспособен, я бы так сказал. Ну, немножко грубо. Опять же, соответственно, своему возрасту. Совершенно верно. Нормативы для каждой возрастной группы, они свои, определены, и, в общем-то, они проходили испытания и тестирование долгое, достаточно продолжительное время. Поэтому, для того, чтобы выполнить эти нормативы, необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru. Процесс регистрации, алгоритм регистрации очень простой. Единственное, нужно заготовить фотографию, такую, как на паспорт, электронную версию, зарегистрироваться, получить справку от врача, от своего участкового терапевта и прийти в наш центр тестирования, который располагается по адресу Краснознаменская, 24, по трибунным помещениям, по трибунной, северной трибунной универсально-спортивного комплекса Подмосковья, стадиона «Спартак». И подать заявку, либо эту заявку отправить также по электронной почте gto15sobaka.mail.ru gto15sobaka.ru заявку, получить обратную связь и прийти во вторник, среду, четверг, запасной день, суббота и выполнить эти нормативы. Ну, понятно, что, наверное, за один день нельзя выполнить все нормативы. Конечно. В течение полугода человек может выполнить эти нормативы, получить дорожную карту своеобразную для выполнения. Человек может прийти в центр, просто попытаться выполнить нормативы и понять, пройти подготовку к выполнению этих нормативов. Все это у нас бесплатно. То есть, да. Одним словом, приходите и тестируйтесь. Ну, вот сразу такой вопрос возникает. Если, допустим, какой-то норматив не сдан, вы сказали, что в течение полугода можно сдавать, да, по одной ступени? Да, можно. Я не сдал один раз. Я могу прийти, скажем, через 2-3 месяца, потренировавшись, там, оттянув себя, да, и попытаться снова сдать? Да, конечно. То есть, я попаду в этот же поток? Есть, да. Есть возможность пересдать. Но есть еще такой облегченный вариант, да, у нас в районе, но, собственно, не только у нас. Это единый день сдачи ГТО, когда не надо регистрироваться нигде, да? 18 октября мы будем проводить единый день выполнения нормативов ГТО в универсальном спортивном комплексе Подмосковья. Для того, чтобы пройти в этот день большое количество, значит, испытаний, необходимо в любом случае поставить в известность центр тестирования, чтобы внесли протокол. Обязательно зарегистрироваться на сайте gto.ru, чтобы получить так называемый ID номер, ну, для того, чтобы занесли данные в базу. И если выполнишь нормативы, получить законную награду, знак отличия физкультурно-спортивного комплекса, готов к труду и обороне. Бронзовый, серебряный, ну, а лучше, конечно, золотой. Конечно, золотой лучше. Ну, вот у нас есть первый звонок. Давайте послушаем нашего зрителя, что вы хотите спросить. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос Николаю Николаевичу. Николай Николаевич. Да, я вас слушаю. Здравствуйте. Николай Николаевич, я бы хотела вас спросить. Вот вас окружают спортсмены и физкультурники. Скажите, пожалуйста, занимались ли вы спортом? И какой ваш любимый вид спорта? У меня вот такой вопрос. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Вам здоровья, счастья. И вам и вашим близким. Я люблю велосипед. Я люблю ходьбу. Я, конечно, скандинавской ходьбой пока не занимаюсь, но, в общем-то, стараюсь на машинах не ездить. Я, в общем-то, где-то в начале 90-х получил права, но передумал и решил, что пешочком по Щелковскому району вполне себе способно пройтись. Тем более, что наш город преображается, и для пешеходов становится все более комфортно. Надеюсь, что для велосипедистов в ближайшее время будет тоже комфортно. Благоустраивается набережная. Может быть, если не в этом году, то в следующем мы ее увидим в том виде, в котором было задумано. А там предусмотрена и велодорожка. Часть она есть, но это маленькая часть по парковой улице. Можно покататься и в парке. Для любителей велоспорта пока у нас условий нет, но надеемся, что в ближайшее время это будет доступно и способно и без травм. Как иногда случается среди любителей велосипеда. К сожалению, дорожек у нас мало. Но тем не менее, я все равно обращаю внимание, что сейчас все больше и больше велосипедистов. Даже те, кто не ездит по велодорожкам, кто непрофессионально занимается этим видом спорта, все чаще и чаще используют защитную экипировку, чего раньше, например, в эпоху нашей молодости такого не было. Что крути педали и все. А сейчас и наколенники, и шлемы, и светоотражающие устройства. Ну, это обязательно безопаснее все становится. Безопаснее, да. Мы еще поговорим о том, конечно, чему предстоит появиться, каким спортивным объектом у нас в районе, в городе. О чем мы мечтаем, давайте так. Потому что мы все-таки не будем заглядывать вперед, и мы люди с вами реалисты. Не будем давать пустых обещаний. Вот когда потрогаем разрешение на строительство, тогда будем говорить. А сейчас будем говорить о мечте все-таки. Ну, мы будем говорить об этом во второй части программы. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» председатель комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью, администрация Щелковского муниципального района Николай Павлов. Телефоны прямого эфира. Мы сегодня открыли новый сезон прямых эфиров программы «Диалог» на Щелковском телевидении. 567-1440, 567-1450. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня председатель комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью, администрация Щелковского муниципального района Николай Павлов. Еще раз добрый вечер, Николай Павлович. Здравствуйте, здравствуйте. Телефоны прямого эфира 567-1440, 567-1450. И вот у нас есть еще один звонок, который пришел во время перерыва. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер, Николай Николаевич. Добрый. Меня зовут Павел. Меня, как от самого молодого спортсмена, интересует строительство объектов спорта. Часто говорят о строительстве бассейна. Если это действительно планируется, то в каком районе городского поселения Щелково? И второй вопрос. Планируется ли строительство других спортивных объектов в ближайшие годы в нашем районе? Хорошо, спасибо. Давайте начнем с тех объектов, которые уже отработаны. И полагаю, что строительство начнется. В Африаново, это самое дальнее наше поселение, строительство бассейна «Газпром детям» программа. Думаю, что в ближайшее время это строительство начнется, и бассейн будет построен. Об этом мы говорим с достаточно большой долей уверенности. Думаю, что Олег Иванович Болотин, который один из инициаторов этого строительства и движитель этого проекта, думаю, что он эту тему доведет до конца, до логического. Ну, с помощью Алексея Васильевича Валова и с помощью коллег. Думаю, что наше обращение к губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву по строительству двух объектов, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной гимнастикой, также услышаны. Мы пока очень осторожно об этом говорим, потому что идет вопрос, находится в стадии проработки. Отказа мы не получили. Сейчас работаем над документацией, и проходят первичные согласования, условно говоря, вхождение этих объектов в программы, государственные программы Московской области. Почему говорю осторожно? Потому что это дорогостоящие очень объекты, и полагаю, вот так вот, без помощи бюджета Московской области нам их не потянуть и не освоить, не поднять. Бассейн, о котором вот сейчас я говорю, который был озвучен губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, он будет, предполагается, что он будет расположен в Щелково-7 в районе озер, где планируется развитие рекреационной зоны, парковой зоны, лесопарковой зоны, в том числе, вот, спортивное ядро, где будет, вот, одним из основных стержней этого проекта физкультурно-оздоровительный комплекс «Бассейн». А зал для занятий спортивной гимнастикой, физкультурно-оздоровительный комплекс, предполагается к строительству, ну, по крайней мере, на бумаге, вот, в данный момент, предполагается к строительству рядом с романтиком. Это, ну, в самом центре города, да. Поэтому вот эти истории, наверное, можно озвучить. Есть идеи, я хотел бы, чтобы она была воплощена в жизнь строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьих озерах. Очень серьезное поселение, серьезное… Спортивное поселение. Спортивное, да, поселение, которое нуждается в спортивных объектах, динамично развивающееся, там появляется новое жилье, строительство идет полным ходом. Владимир Николаевич Канахин – очень энергичный руководитель и инициировал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, но пока вот в стадии… Разработки. Разработки, да. Надеемся, что и в Медвежьих озерах физкультурно-оздоровительный комплекс появится. Ну, мы здесь должны понимать, что это будет не завтра и не послезавтра. Люди должны, в общем-то, ну, отдавать, в общем-то, себе отчет, что это не одного дня решения этого вопроса. Но мы с вами оптимисты и понимаем, что если в этом физкультурно-оздоровительном комплексе не мы будем заниматься, так наши дети, внуки, да, и рассчитываем на перспективу. Николай Ильич, еще один звонок у нас есть, так что давайте приоритет отдадим нашим зрителям, потом вернемся к разговору. Добрый вечер, слушаем вас. Алло. Да-да, говорите. Добрый день. Меня зовут Фаина Ивановна. Я живу в Щелково-Заречной, в Катмодемьянской улице. Недалеко от вас, Николай Николаевич. Наше предложение, я говорю от имени мамочек, для детей от 8 и до 14 лет. Наша огромная площадка, дети вынуждены занимать те площадки, которые предназначены для малышей. Пожалуйста, мы предлагаем, не требующие капиталовложений, поставьте баскетбольные щиты и теннисные столы. Если это можно. А где, какой адрес вы имеете в виду? Космодемьянская, значит, дворы 10, 8, 12 и вот этот напротив 25-го дома. Хорошо. Вот это огромная наша площадка, самая огромная площадка. Все, я услышал, да, я понимаю, да, понимаю. Хорошо, в рамках комплексного благоустройства посмотрим, и, к сожалению, я с собой не захватил этого проекта комплексного благоустройства дворов. Но там, мы совсем недавно собирались в Совете депутатов на округлый стол, собирались вот все, говорили о том, что создание вот этих площадок спортивных должно быть комплексное для всех возрастов, в том числе и для ребят старше, ну, старше 12, 13, 14 лет. Кого уже не пускают на детские площадки. Кого уже не пускают, да, на детские площадки. Да, это, думаю, что правильное замечание. И мы идем, ну, логика такова, и нас поддерживают депутаты городского поселения Щелково, что должны появляться мини-стадионы в микрорайонах при проектировании нового строительства, которые включают и волейбольные, и баскетбольные площадки, и мини-стадион для футбола с трибунами, с раздевалками. Одним словом, вот такие наши мысли и проекты. Ну, а теперь предлагаю вернуться к тем мероприятиям, о которых уже упоминали в начале программы, о том, как идет работа, так скажем, с разными поколениями спортсменов и физкультурников, даже в большей части. И предлагаю посмотреть еще один видеосюжет о том, как проходила спартакиада среди ветеранов нашего района. Давайте посмотрим. Не расставаться с бодростью, двигаться вперед, активно участвовать в делах района и города. Такова позиция современного человека. И возраст – делу не помеха. Было бы желание. Ведь пока секрет вечной молодости не открыт, а стремление оставаться в здоровом теле присутствует, необходимо вести так называемый активный образ жизни. А это значит двигаться, двигаться и еще раз двигаться. В универсальном спорткомплексе Подмосковья в четвертый раз прошла спартакиада Щелковского района среди ветеранов. Свыше 250 спортсменов из 27 первичных ветеранских организаций приняли участие в спартакиаде. И это говорит о многом. Очень приятно, что сегодня вот здесь, на паркете, в зале, на площадках, немалое количество ветеранов, которые будут доказывать и показывать, на что вы еще способны. А вы способны на многое. Состязались участники в различных дисциплинах. Играли в настольный теннис, шашки, шахматы. Испытывали себя в различных эстафетах и силовых упражнениях. Прыгали в длину, забрасывали мячи в баскетбольное кольцо, метко кидали дротики. Многие команды здесь не впервые. Есть среди участников и те, кто не раз побеждал. Насколько вообще Николай Николаевич развита работа со старшим поколением? Помимо тех, кто является действительно членами ветеранских организаций. Их у нас тоже достаточно много. Борис Романович Дудик развернул очень серьезную деятельность. Наш новый председатель. Да, новый председатель. Совет ветеранов. Да. Он, кстати говоря, был одним из инициаторов вот этих спартакиад. В 2015 году мы возобновили эту историю на достаточно серьезном, большом уровне. Пока у нас летние виды, но мы договорились, что будем собираться не раз, не два в году. Обязательно на зимнюю соберемся, спартакиаду. Посмотрим для наших старших товарищей, какие виды испытаний мы им предложим. В общем-то, развито. Мы предлагаем. У нас есть добрые часы и на ледовой арене. Есть добрые часы и в универсально-спортивном комплексе. Есть, предлагают свои услуги и широко распахивают двери спортивные залы в физкультурно-здоровительном комплексе на Воронке. Вот недавно... Как раз скандинавская ходьба на базе этого комплекса находилась. В том числе, да. И в Щелковой семье, на Чекаловской. Вот это у нас база есть спортивная физкультурно-здоровительного комплекса Щелковского. Поэтому работа с ветеранами ведется. Но по факту они сами инициируют, а мы им только помогаем, не мешаем. И думаю, что очень благодарная аудитория, очень благодарные физкультурники, спортсмены. И мы с удовольствием работаем с этой категорией населения. Ну а теперь, как говорится, обо всех возрастах, да, которые, естественно, покорны любви. Ну, я так думаю, что спорту и физкультуре тоже. Речь сейчас пойдет о том, с чего мы начали сегодняшнюю программу. Основное внутрирайонное, так скажем, мероприятие. Это спартакиада Щелковского района, в котором участвуют представители всех поселений нашего муниципалитета. Поэтому давайте посмотрим, как это проходило нынешним летом. Нас сплотила Олимпиада. На стадионе Миниозерова реют на ветру флаги поселений района и Российской Федерации. Коллективы спортклубов, городских и российских поселений, легендарного звездного городка, предприятий и организаций участвуют в летней спартакиаде Щелковского района. В этом году она проходит под эгидой «Столетия» мощной в советское время организации ВЛКСМ. На одной площадке около тысячи человек разного возраста и уровня подготовки. Начало состязаний предваряет праздничное шествие участников. Первые после судей на стадион выходит команда городского поселения Щелково. Церемония открытия в этом году особенно торжественная. Щелковский район стал центральной площадкой празднования Всероссийского Олимпийского дня в Московской области. Эта традиция основана еще в 1948 году. Мы должны своим участием в этих соревнованиях поддержать историческую память о тех великих событиях, которые сделали наши комсомольцы. Они прошли Великую Отечественную войну, подняли страну после разрухи Великой Отечественной войны. Они во времена Советского Союза сделали столько свершений, что мы должны только на них равняться. Проведение сегодняшних соревнований даст возможность и позволит нам еще раз убедиться в том, что Московская область была, есть и будет поставщиком сборных команд Российской Федерации во всех отношениях, во всех видах спорта. Ну вот хочется еще раз поговорить о том, как развита спорт и физкультура в наших поселениях. Ну мы уже знаем, что Медвежие озера это самое-самое спортивное у нас поселение. Они в Африанове строят бассейн, будут строить, а в остальных как? Вы знаете, выводить рейтинги это неблагодарное дело, я вот не любитель всех этих историй. Почему? Потому что считаю, что у нас в каждом поселении есть своя изюминка. И в Гребнево, и в Трубино, в Литвиново. Есть и свои истории на Загорянке, богатейшие истории и продолжение этой истории намечается, поскольку главой Загорянки является наш бывший коллега Валентин Сергеевич Железняк, который долгие годы отдал, в общем-то, спорту и теперь возглавляет поселение. Полагаю, что большие перспективы и для этого городского поселения. Да, развит спорт везде. Вот Николай Алексеевич Сорокин, да, долго вместе с жителями Огуднева мечтал о физкультурно-оздоровительном комплексе. Может быть, следует сказать, что не благодаря, а вопреки всему, благодаря личной инициативе Николая Алексеевича, эта история была доведена до логического завершения, и теперь физкультурно-оздоровительный комплекс служит и школьникам Огуднева, там проходят занятия физкультуры. Не каждая школа похвастается, что проводит уроки физкультуры в физкультурно-оздоровительном комплексе. Согласитесь, серьезное сооружение. И полагаю, что надо брать равнение с Николаем Алексеевичем в деле достижения поставленных целей. Не один год шла эта история, но он молодец. Молодец он, его коллеги, друзья, да и жители Огуднева, которые верили в главу и были благодарными зрителями на открытие, и сейчас являются благодарными посетителями физкультурно-оздоровительного комплекса. А сейчас для них там предложены самые разные виды спорта, виды занятий. И гиревой спорт. Огуднева всегда считалась одним из лучших поселений, где развит гиревой спорт и развит вот эта, будем говорить, тяжелая история, тяжелая атлетика. Там есть и тайский бокс, и бокс, и карате, и легкая атлетика, шашки, шахматы. Одним словом, без футбола никуда. Я уже говорил, что футбол это наше все, волейбол. Комплексный физкультурно-оздоровительный комплекс, два этажа, великолепный игровой зал, ринг. Это здорово. Ну, чтобы воочию подтвердить ваши слова, Николай Николаевич, предлагаю посмотреть нашим зрителям еще один видеосюжет о том, как открывался фок в Огуднево нынешней весной. Согласитесь, увидите, что не каждое сельское, даже городское поселение может похвастаться таким спортивным объектом. Давайте посмотрим. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Селена» распахивает свои двери. Огудневцы задают темпы в спорте. В поселении открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. Долгожданное событие для юных спортсменов и тех, кто регулярно поддерживает здоровье, вне зависимости от возраста и уровня подготовки. У этих мальчишек из местной футбольной команды от счастья светятся глаза. Играть в любимую игру они могут теперь в любую погоду. С особым чувством благодарности хочу сказать спасибо вашему главе Николаю Алексеевичу Сорокину за то, что он вместе со строителями, вместе с его нужными людьми вложил все силы, вложил финансы для того, чтобы построить такой прекрасный проект. Строительство ФОКО велось по госпрограмме «Спорт Подмосковья», муниципальной программе «Спорт» в сельском поселении Огудневское и двум партийным программам «Единой России» «Здоровое будущее» и «Детский спорт». Сегодняшний день для вашего поселения станет знаковой векой в развитии спорта, в развитии активности населения, в организации активного образа жизни для всех абсолютных возрастов. 3000 квадратных метров пространства для занятий спортом. Главный универсальный спортивный зал имеет площадь 700 квадратных метров и трибуны на 300 болезщиков. Такие условия позволяют принимать соревнования областного уровня. Николай Николаевич, мы с вами так подробно говорили сегодня и о физической культуре, и о спорте, как они развиваются в нашем районе. Хотелось бы еще вспомнить, что вы, ваша должность называется, председатель комитета, еще и по работе с молодежью. У нас осталось несколько минут в программе. Очень коротко, я еще скажу. Еще о спорте. Да, чуть-чуть совсем. Все-таки имеет смысл вспомнить нашу хоккейную команду ветеранов из Литвинова. Ну, Турбинское сельское поселение. Виктор Николаевич Углов празднует день рождения. Мы его поздравляем с удовольствием. Я хочу сказать, что эта команда, которая 50+, у нас блистает на различных уровнях. И в Королевской лиге 50+, они в этом году стали победителями. Победителем Кубка Поколений стали. Чемпионат Московской области выиграли 50+, и всероссийский турнир на Кубок Сергея Макарова. Это великолепная победа. У нас в августе проходил открытый любительский турнир по хоккею с шайбой на переходящий кубок нашей ледовой арены имени Владислава Александровича Третьяка. Хоккейный клуб Гребнева стал победителем. То есть, каждое, как я сказал, поселение, ну, чтобы никто не обижался, вносит свой вклад в копилку медалей и хорошего настроения, здорового образа жизни Щелковского муниципального района. Каждый в свою меру, в своей, так сказать, подготовленности и экипированности, будем так говорить. Ну, вот вы хорошо сейчас сказали, да, о том, что команда 50+, да, ну, вот теперь поговорим о тех, кому 30 минус. Все-таки 35 минус. Вы представляете, сейчас вносятся изменения, мы же все с вами становимся, ну, если говорить в целом, нам говорят, что мы будем жить значительно дольше. Ну, да, и пенсии будем получать тоже значительно больше. Не значительно. Позже, но значительно больше. Да, значительно больше. Я в том смысле, что мы будем долгое время молодыми. Поэтому вносятся изменения в законы молодежи, где, ну, предлагается вынести цифру не 30 в верхний предел, а 35. Поэтому мы будем говорить об этой категории от 14 до 35 лет. Ну, и вот какие у нас основные направления работы с этими пока еще 30 минус, но в будущем, да, в недалеком будущем минус 35 минус. Это и временная занятость подростков. Это очень важное направление, очень пользуется популярностью и очень востребовано среди населения. Это серьезная тема, серьезная работа. Здесь я призываю все поселения и главы, депутатов поселений серьезно к этому относиться и увеличивать количество рабочих мест для временной занятости подростков. Это и возможность их отвлечь от антисоциальных, асоциальных проявлений и возможность их включить в профсоциальную деятельность. Говорить о досуговой деятельности. Мы говорим о том, что все виды молодежной субкультуры, они впору нам, если они просоциальны, то есть если они идут на благо всему сообществу. Это у нас, этим занимается навигатор, молодежный центр. Он так и называется комплексный досуговый центр, навигатор. По адресу Талсинская, 64, очень много направлений есть. И, в общем-то, мы обязаны, как работники администрации, дать возможность себя проявить молодым людям и дать возможность высказаться и самим сформировать планы работы местного сообщества, я имею в виду наш муниципалитет, Щелковский муниципальный район, работы с ними же самими. Для этого, как вы знаете, у нас была создана в прошлом году администрация Щелковского муниципального района, молодежная администрация Щелковского муниципального района. Инициатором создания стал глава Щелковского муниципального района Алексей Васильевич Валов. Неоднократно ребята принимали участие в различных мероприятиях, сами участвовали, предлагали различные истории, ну, например, рейтинг управляющих компаний. Вот, казалось бы, да, кто был инициатором? Оказывается, молодые наши ребята. Вот молодой депутат Луковский из Гребнева. Поэтому, вот, инициатива, она, если есть инициатива, с продолжением, с возможностью реализовать эти проекты, ну, наверное, здорово. У нас проходят форумы, чтобы молодые ребята, общаясь друг с другом, смогли правильно сформулировать свои хотелки, как мы говорим. Вот, если они на форуме нашли возможность, ну, выкристаллизовать вот эту идею, ну, мы считаем, что результат этого форума есть. Это на самом деле так. Вот мы долго говорили о создании площадки для общения, там, сайт Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью. Мы к этому уже подошли, прорабатываем сейчас архитектуру этого сайта и обязательно его создадим в ближайшее, так сказать, время. Есть идея провести прямые выборы молодежного парламента Щелковского муниципального района. То есть это будет как совет депутатов? Совершенно верно. Большой, взрослый? Ну, да, молодежный парламент, как большой взрослый совет депутатов. Причем также будет оформлено, такое же количество депутатов будет и с возможностью проходить стажировку в Совете депутатов. Одним словом, вот эта история с участием, вовлечением молодежи в участие жизни Щелковского района, наша задача, задача нашего комитета, отдела по работе с молодежью, которую возглавляет Татьяна Табак. И все эти истории достаточно интересны. В ближайшее время будем проводить отбор на лагерную смену, на молодежный форум, который мы традиционно проводим юнормейцы, где до 100 молодых людей в возрасте. Ну, мы стараемся работать со старшими ребятами, 18+, на этом форуме, и, значит, соберутся для обсуждения своих целей и задач. Да. Таким вот образом. Спасибо, Николай Николаевич. Посмотрим, к чему это приведет. Хотелось бы еще очень коротко сказать. Дело в том, что... Если можно, у нас буквально... Прямо две секунды, пользуясь возможностью, давайте поздравим. У нас вернулся из медового месяца свадебного путешествия Александр Михайлович Панов, наш сотрудник комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью, женился. Это, кстати говоря, в день выборов губернатора Московской области накануне, 8 сентября, состоялось бракосочетание, регистрация брака законного. С удовольствием поздравляю, желаю долгих лет интересной и многообразной жизни в физической культуре и спорте. Спасибо. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был председатель комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью и администрацией Щелковского муниципального района Николай Павлов. Итак, это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!